База нацбатальона Азов в окрестностях Мариуполя. На огромной территории за высоким забором сразу несколько зданий. Здесь находились казармы, мастерские, технические строения и, конечно, штат. Во дворе в глаза сразу бросается статуя языческого божества. Рядом молильный камень. На нём ещё остались подношения. Заходим внутрь здания и в одной из комнат находим такого же идола, как на улице, только карманного. Специалисты объясняют, что здесь и к чему. Для бойцов Азова была создана собственная религия. Для того, чтобы обособить их от общества, в котором они жили, от их собственного народа, для них была, собственно, своя вера. Она зыждалась на смеси скандинавских богов, скандинавских верований, древнеславянских. В Азове был принят куль смерти. В том числе одним из богов являлась Марана, богиня смерти. Они готовы были погибнуть за свою идею, не обязательно за родину, а именно за эту идею. За свою общность, за свой воинский орден. Фанатики, получается. Да, фанатики. Это делало их исключительными. Они чувствовали себя богами. Исключительность бойцов Азова, в которую они сами должны были поверить, распространялась и на их место в иерархии силового блока Украины. Высшему военному командованию вооружённых сил они фактически не подчинялись. Были, что называется, не в системе, а над ней. Не было представителей контрразведки и не было представителей СБУ. Замполитов были? Замполитов там тоже не было. Напротив, представители националистических подразделений этих батальонов, Азов и других, они, наоборот, сами присутствовали в других подразделениях военнослужащих Украины в качестве идеологов. Особое внимание в Азове уделялось не только идеологической составляющей, но и военной подготовке. У бойцов на батальоне было лучшее оружие и обмундирование почти всё иностранного производства. А занятия по тактике ведения боя с личным составом проводили иностранные инструкторы и наёмники с реальным боевым опытом. Шона Пиннера взяли в плен в Мариуполе во время попытки прорыва 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Сегодня интервью у наёмника из Британии взял мой коллега Андрей Руденко. Скажите, как вы попали в плен? Мы были в промышленной зоне Мариуполя. Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать, куда. В 4 часа утра во вторник мы начали движение. Было темно. Мы забрали с собой раненых. Начались миномётные и артиллерийские обстрелы. Работала военная авиация. Началась паника. Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился. Я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Военнослужащие 36-й бригады говорят, что их командование специально послало для того, чтобы их убили. Для того, чтобы сделать из них потом героев. Они называют направление, куда вам сказали прорываться, населённый пункт Зачатовка. У вас не было ни одного шанса дойти до этого населённого пункта, так как вот здесь везде находятся войска Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Я понятия не имел об этом. Мы были брошены. Я не знаю, кто принял такое решение. Мне неизвестно о судьбе раненых, которые там остались. Я не знаю о том, что стало с телами погибших. Мы тем временем продолжаем этаж за этажом изучать базу нацбатальона Азов. А вот на этом этаже, судя по всему, жили снайперы. Вот масхалаты, зимний вариант. Дальше демисезонный леший, так называемый. Вот снайперская таблица. Для иностранной, кстати, винтовки. А здесь, да, здесь мастерская была у азовцев. Сейчас посмотрим. Гильзы. Целая россыпь капсули. Азовцы сами гильзовали патроны, получается. Вот уже готовое изделие, кстати, промаркированное. Чтобы было понятно, обычная пехота таким, конечно, не занимается. Учитывались даже погодные условия, даже влажность воздуха при изготовлении боеприпасов. Еще раз это говорит о высочайшем уровне военной подготовки нацбата Азов. Бойцы народной милиции ДНР, что сейчас занимают этот объект, говорят, что регулярно фиксируют над ним активность вражеского разведывательного беспилотника. Тот словно проверяет сохранность чего-то очень важного. А значит, бывшая база Азова под Мариуполем хранит еще немало тайн своих бывших обитателей.